Туристическую привлекательность региона и формирование единого бренда в условиях импортозамещения обсудили сегодня на совещании у председателя кабинета министров Чувашии Ивана Маторина. Что в этом направлении сделано, а что только предстоит, узнавали мои коллеги. В этом году внутренний турпоток вырос на 25%. Россияне стали чаще отдыхать на родной земле. Положительная динамика коснулась и Чувашии. Республика приняла более 110 тысяч туристов, что выше уровня прошлого года на 30%. Одним из факторов увеличения количества гостей стало проведение крупных культурных и спортивных мероприятий. Другим – развитие различных тематических направлений в индустрии отдыха. Наблюдается положительная динамика по созданию новых объектов экологического туризма. В настоящее время в Брестинском районе активно продвигается на туристический рынок базы отдыха «Уютный дворик». В декабре текущего года планируется к запуску первую очередь базы отдыха «Посмерка» Яфчиковского района. В Яфчиковском районе ведется масштабный для района строительство турбазы «Эльметьево». «Эльметьево» с перспективы предоставления услуг с элементами тимбилдинга и активного отдыха. В Симирском районе работает, развивается база отдыха «Азамат». Экотуризм – не единственный вид отрасли, на который делают упор. Это будет несколько направлений, начиная с школьного туризма. Мы хотим в Чувашской республике тоже внести вот это дополнение именно школьному туризму. Это истории культуры народа, во время гражданского войны с Чапаем. Огромный потенциал у нас в этом плане имеется. Второе – это, конечно, межрегиональный туризм. В ближайшее время разрабатываем этот концепт, где мы будем презентовать наши республики соседних регионов. Своё слово сказал и Минэкономразвитие. По мнению министра Владимира Аврелькина, участие в различных выставках и проведении их на территории Чувашии позволит повысить не только инвестиционную, но и туристическую привлекательность региона. В будущем году планируется принять участие в 32 мероприятиях. 16 из них реализуют при финансовой поддержке республиканского бюджета. Мы склонили план проведения более специализированных выставок. Там, где мы уже принимали участие, там, где мы получали какой-то эффект, это Москва, Санкт-Петербург, страны СНГ, которые необходимы нашим предприятиям. Владимир Аврелькин особо отметил важность участия республики в трёх грядущих событиях. Это выставки-презентации в Ассоциации российских и турецких предпринимателей, в Японском центре по развитию торгово-экономических связей и в Ассоциации итальянских промышленников. Мы здесь можем обширно представить потенциал нашей республики во всех этих трёх мероприятиях, показать себя и получить какой-то эффект от данного взаимодействия и презентации. На совещании обозначили и существующие проблемы. В республике нет единого туроператора, который бы работал на въездную туризм. Так и сформирован бренд республики. Слабо поставлена рекламная кампания. Явно не хватает финансирования отрасли. Председатель Кабинета министров Иван Моторин призвал все ведомства скорректировать туристическую концепцию региона и реализовать её совместными усилиями, чтобы республика стала привлекательной для туристов. Татьяна Леонтьева, Сергей Рябчиков, Республика.